Деревня, но в сельском доме. Он наёмный работник на ферме в сельском доме. У него бессрочный контракт. Он живёт в Дании. Не в России, соответственно. Он доверяет полиции. Он не доверяет Европарламенту. Ну, что логично для фермеров. Для рабочих, видимо, нафиг. Он считает, что очень важно, чтобы страна управлялась демократично. Его устраивает положение с образованием в стране на данный момент. Он не согласен, что государство должно уменьшать разницу в уровне дохода. Очень интересно, да. Не характерно для подсоюзников, мне кажется. Он считает, что и резвиянки должны жить, как хотят. Как желают. Он не согласен, что суды могут влиять на правительство. Когда правительство выходит за рамки своих полномочий. По крайней мере, не во всех обстоятельствах он считает, что это должно быть. Опять же считает, что не во всех случаях партии должны быть наказаны, когда они ведут не совсем корректную работу. Ну и так далее. Всякие разные политические характеристики. Собственность компании, в которой он работает в публичный сектор. Вот, соответственно, он член профсоюза. И да, действительно, мы правильно спрогнозировали. А вот соседний респонент неправильно спрогнозирован. И вообще, если посмотреть на классификационную таблицу, хуже прогнозируются именно те категории, которые реже встречаются. Следовательно, в данном случае хуже будет прогнозироваться категория участия в профсоюзе, нежели неучастия. Потому что участвующих у нас меньше среди респондентов. Поэтому ошибок по категории «да, участвую» больше, почти половина по классификационной таблице. Итак, если вы хотите прогнозировать переменную категориальную,